Изабелла Адриасян занималась по классу фортепиано в детской школе искусств номер один с 7-летнего возраста. Затем преподаватель хора и сольного пения Татьяна Григорьевна Глебова заметила в девочке способности к пению. Не все сначала получалось у Изабеллы в хоре серебристые звоночки, но девочка оказалась трудолюбивой и упорной. Она подошла ко мне и попросила меня о том, чтобы занималась я с ней еще и сольно. Через пару лет уже были заметны результаты. То есть она уже пела таким хорошим звуком вокальным, на опоре дыхания уже у нее поставлен был голос. На данный момент Изабелла является звездочкой нашего коллектива. Она солистка, очень активная девочка, очень общительная. Ее уважают в коллективе дети. Но настолько она обаятельная и к себе притягивает своей энергетикой, своей музыкальностью. Изабелла добилась побед на фестивалях-конкурсах «Синюкая», «Анапа», «Парус детства моего» и «Наши надежды». А главная победа, конечно же, на отборе участников для сводного детского общероссийского хора, который выступит на закрытии Олимпиады в Сочи. На конкурсном прослушивании особенно уделялось внимание пению акапелла. Это было одно из первых произведений, которые звучали на отборочном туре. И второе произведение, конечно, классического репертуара было. Исполнило роман с римского-корсакова «Звончий жаворонкопенье». Впечатления от поездки на репетиции в Санкт-Петербург переполняют всех. Ну и на генеральной репетиции перед выступлением присутствовал Владимир Владимирович Путин. Он был восхищен выступлением такого количества детей. И так все было отлажено, все отточено, что он просто был в восторге. Говорит, когда вы успели это все сделать, на таком уровне вообще звучало все, что восхищению не было предела. Потом 7-го числа у нас была сводная репетиция с Валерием Георгиевым. Уже вся тысяча собралась, и у нас была семичасовая репетиция. А после этого уже 8-го числа мы дали большой концерт двухчасовой. Зрители как бы не ожидали, тоже мы сами не ожидали, там и слезы, и все, и радостные были, очень довольны. Изабелла – первый ребенок в многодетной семье Адриасян. Бабушки, дедушки, родители и сестрички Изабеллы с замиранием сердца примкнули к телевизорам, слушая новости по центральным каналам о выступлении детского сводного хора в Мариинском театре. Аж слезы потекли из глаз. Вот честно, такая гордость, когда именно в таком зале, вот мирового масштаба, увидеть свою дочь – это просто. У меня тоже вот сейчас эмоции, волнения. Сегодня и забыли по силам исполнить акапельно Рио Барбарина из оперы «Свадьба Фигара», русскую народную песню «По небу по синему» и такое сложное произведение, как хор хороший Пахмутовой. Олимпийская вершина покорилась Изабелле Адриасян благодаря пению. И похоже, что она уже не мыслит себя вне нот, сцены, хора и музыки. Хочу поступать именно на вокальное отделение, может, даже на хоровое. Мне сейчас так понравилось на самом деле. Ну, как бы я никогда не видела тысячи человек, чтобы вот такая массовка была. И вот так это все звучало. Лариса Басова, Артем Зиборов, Анапрегион.